Добрый вечер всем, кто проводит время с нами на телеканале Москва 24. В эфире программа «Правда 24» и мы ее ведущие Евгений Додолев и Лейла Истрыжемская. Сегодня у нас в гостях кинорежиссер, сценарист, народный артист России Владимир Хатиненко. Владимир, здравствуйте, спасибо, что вы нашли время и пришли к нам сегодня. С удовольствием пришел к нам сегодня. Спасибо, мы рады, мы рады. Владимир Иванович, 31 октября в прокат вышла ваша картина «Ленин. Неизбежность». Фактически это тот же самый телесериал, который выходил уже в прокат 2017 года. Теперь это новая картина. Чем она отличается? Как хорошо, что я к вам пришел. Потому что это принципиально другое произведение. То есть это не киноверсия? Нет, это киноверсия. Но я вот... Ну вот если кто-то понимает разницу... Нет, это все просто. На самом деле это просто. Ведь люди, когда хотят посмотреть, они идут в кино. Потому что это совсем другой вид, в общем, искусства. Там совсем по-другому считываются все нюансы. Одно прибытие поезда, вот его в звуках, во всем. А реакция к микро, это на большом экране, это совсем другое дело. Плюс для меня это конечная цель. Я хотел, чтобы был фильм. А все остальное для меня материал. А все остальное рабочий материал. Ведь когда снимают кино, вообще-то очень много материала остается за кадром. Вот. Плюс здесь есть вещи, которые не были использованы. Плюс. Это правда. Вот. Мы почему-то не удивляемся, когда несколько версий «Играчи прилетели». Один тоже художник рисует. Вот. Но он же, понимаете, да, понятно продать. Хочется там еще, и кто-то попросил, и так далее, и тому подобное. Это моя авторская, концентрированная версия того, о чем я хотел в этой истории рассказать. Но была какая-то работа над ошибками. Вы читали то, что писали про телевизионные опыты? Или вы не читаете то, что пишут? Я никогда не читаю то, что пишут. Вот это вот у меня практика давнишняя. Я все-таки в этом бизнесе уже 40 с лишним лет. Я никогда не читаю. То есть доносится все равно. Встретишься, человек сказал, и так далее, и тому подобное. Но никакой работы над ошибками. Потому что я, в общем, достаточно определенно знал, чего я хочу. И в фильме у меня появилась возможность довести это до ума. Потому что это... События ведь... Вот с чего вырастало это все? Меня интересовало зернышко, из которого выросло вот это вот все. Когда 9 апреля вышли на узенькой улице Тюриха, Шпигельгасы и пошли. Мы с женой буквально вернулись, мы прошли с этим маршрутом. С чемоданчиками, подушки привязанные. Вот эта жалкая процессия из 30 с лишним человек, 33-х человек. Вот эта жалкая процессия, которую мы потом поехали. Потом на санях ехали через Финск. Невозможно... И что? И вот из этого выросло то, что потом произошло. После этого мир перевернулся. Меня интересовало вот это. Меня интересовало зернышко. И здесь появилась возможность это сделать, сконцентрировав внимание только вот на этом. Только на этом периоде. А уже потом мы, во-первых, знаем. А во-вторых, там неизвестные факты совершенно, которые... Например, какие вот неизвестные совершенно люди нашего поколения? Вот, например, Ленин любил песню про разбойника. Вот пока они ехали, они выходили, хором пели ему песню про разбойника. Она вот есть в фильме про разбойника, про пухон-разбойника. Это любимая песня Ленина. А где он садил такую информацию? Дело в том, я даже и не знаю. А это песня. Мы нашли тексты, актеры выучили. Это народная какая-то? Где такая информация? Это народная песня такая, да. Вот могу слова прислать. Лучше спи. Слова ты прислаешь. Она интересная песня, она такая удобная. Или, например, что вот Ленин, вот теща-курильщица была большая, и у нее кончались папиросы, а в воскресные дни магазин закрыт. И вот Ленин, вот этот Ленин, который мы знаем, он ходил по окрестным кабачкам и стрелял ей папиросы. Ну, послушай, ну вот... То есть он каблук был полный? Ну, каблук не каблук, во всяком случае, венчание. Вот, например, в советское время невозможно было снять венчание. Отдельно вот, что такое кино? Что такое кино? Ты видишь. Это ты не представляешь. А раньше даже целый фильм сняли у нас в советское время. Нас венчали не в церкви, но там сцены венчания не было. Она была. И когда Ленину надевают царский венец, а это царский венец. Он венчальный, но это царский. И вот это... Вот с этого момента кино начинается. Не литература, а кино. Когда мы видим, как это, в общем, было. Потому что их по обряду венчали, он не мог отказаться, иначе Крупскую не пускали. И теща настаивала, к слову сказать. Вот. И нет, под каблуком он, конечно же, не был. Не всякого сомнения. Иначе не было бы Нессарман. В этой всей истории. Ну, она была. Хотя тоже, ведь там тоже так мало осталось свидетельств. И они такие скупые, но такие точные. Вот он за гробом. Мне даже писем свидетельств ничего не нужно. Остались свидетельства, как он шел за гробом, Нессарман, в полуобморочном состоянии. А Надежда Константиновна ведь это все через себя пропускала, терпела. Кстати, хорошенькая очень была. Была очень хорошенькая в молодости. И вообще все это надо... Я считаю, что... Вот недавно Крамольный Верь сказал. Даже хорошо все забыли. Сейчас школьники не знают, кто такой Ленин. Ничего этого не знают. Может, хорошо, что с белого листа. Можно написать портрет. Потому что это у меня портрет. Это моя точка зрения. А что в этом фильме найдут для себя школьники? Вот тинейджеры придут, и что они там для себя? Я более того, приложу усилия всяческие. Когда был жив Говорухин, вот он на показе специально сказал, Говорухин был жив, он сказал, это обязательно нужно по школам распределить, чтобы они это смотрели. Тогда кино еще не было. Сейчас есть кино. И я приложу все усилия, чтобы этот фильм попал в школы. Потому что там нет ничего такого, чтобы было, ну, такой уж совсем фантазии художественной. Это просто в большинстве случаев реконструированные события. Вот. Это все реконструированные, да, с допусками, да, роль Парвуса, она вообще неизвестная. И поэтому там можно было немножечко до вольности допускать. Но в любом случае, в любом случае это реконструированные события. А что имел в виду Станислав Сергеевич, когда говорил, что надо? А взять, вот изготовить и распределить по школам, чтобы школьники смотрели. Почему? Потому что он считает, что это... Потому что он считает, что это... Он считал, что это нужно. Вот. И это полезно. А это уже... То есть вы показали в своем фильме Ленина с хорошей стороны. Неправильная формулировка. Коварная. Такая с поддевкой. Нет. Задача была совсем другая. Я не собирался, тем более и Жене Миронов, мы не собирались обеливать или там... Нет. Мы собирались показать его в тот период тем человеком, которым он был в этот конкретный период. Потому что, конечно же... Я ведь у Сокурова последние его дни. Замечательный совершенно фильм. Замечательный очень фильм Сокурова. Но это последние дни. А, конечно, самая сложная часть-то средняя, когда начались все эти события. И война, и так далее. И вот тут, конечно... Не, ну здесь сам кастинг, мне кажется, выбрать на роль Владимира Ильича Ленина такого белого и пушистого Евгения Миронова. Это уже заранее дать установку... Евгений Миронов у меня играл Достоевского, вообще-то говоря. Но все равно Достоевского до человека жесткого и такого тяжелого, но не садиста. И вот, к слову сказать, об отношении. Я пока занимался Достоевским. Знаешь, сколько я встретил людей, которые говорили буквально «ненавижу Достоевского». И, к слову сказать, и Владимир Ильич записал. Перечитал бесов, с отращением откинул. Узнал. А потому что в подтексте, когда мы снимали сейчас фильм, это был бес. В общем, строго говоря, это, может, было бы так, под заголовком «Бесы-2», я не знаю. Потому что это очень... Ведь тогда Достоевского не поняли же. Вы даже не представляете, что писали про Достоевского после «Бесов». Вы... Вот, к сожалению... Я могу прислать, что писали. У меня такая подборка, что писали про Достоевского после «Бесов». Это даже невозможно вообразить, думаю, что даже Достоевский, это же великий писатель. Неужели про него можно так пренебрежительно, уничижительно? Незнание жизни, молодежных газетей. Кто-то писал. По нынешнему... Кто-то писал. По нынешнему блогер... А сейчас трудно делить профессиональную критику от блогеров. И не вызвали, что это было. Ну, как-нибудь при случае, я вот, не знаю, захвачу, что называется, с собой. Вот. Это поразительно. Это невероятно. Как Вы относитесь к инициативам, в том числе и Ваших коллег по цеху, по кинематографу, захоронить вождя, закрыть мавзолей, как-то предать прах земле? Вы знаете, что время-то время... Ну, я свою точку зрения уже озвучивал неоднократно. Я уже свою точку зрения озвучивал неоднократно. Значит, я считаю, что это святотатство, ходить, смотреть на мертвого человека. Я в мавзолее сам не был ни разу. Вот. Поэтому, я думаю, его надо похоронить рядом с Надеждой Константиновной, и пусть его упокоится прах. Вот. Но это не означает закрыть мавзолей. Там можно музей устроить. Это щусевская... Это, вообще-то, памятник архитектуры. Это щусев само по себе. Потом, Вы знаете, Вы уберите. И странным образом... Вот, кажется, вот убрать, и будет чистое красное плод, и вот это вот все будет. Нет. Ну, символизм же есть. Есть символизм. Дело в том, что это все вопрос определенных энергетик. Вот там столько всего произошло. Там будет дырка. Там потом придется что-нибудь поставить. Вот. Там придется... Вот мы сидели с замечательным документалистом Сережей Мирошниченко на месте Ипатийского дома. Все равно. И мы с ним как раз вопросы обсуждали. Вот здесь какая-то дырка. Сейчас храм там стоит. Сейчас поставили храм, и эту дыру закрыли. Вот. Поэтому... Вообще, я противник вот этих вот... Давайте сломаем. Давайте... Как будто мы знаем, как сделать лучше. Не знаем. Да не знаем мы, как сделать лучше. Поэтому я вот эти вот снесения, перенесения... Это не только нам свойственно. Но я нет. Я не одобряюсь совершенно. Владимир Иванович, Вы много лет входите в Патриарший совет по культуре. Да. Российская РПЦ. Как-то это сказывается на Ваших работах? На Вашем видении? Да нет. Я не думаю, что... Я просто стараюсь, ну, ну, где могу где-то пользу принести, я стараюсь в этих процессах как-то участвовать. Вот. Поэтому... Не то, что я там услышал что-то и потом перенес свои работы. Потом там достаточно много интересных людей, мнение которых не так много времени, чтобы увидеться. Это повод пообщаться. Это повод немножечко попробовать выработать какую-то линию в этом безумии, которое творится вокруг. Ну, понять, что ты не один, что... И постараться выработать стратегию какую-то. А вы вот стратегии такого рода обсуждаете с близкими, скажем так, с семьей? Или нет? Или семья – это одна история? Если по большому счету... Да. Моя семья – это я и моя жена Танечка. Вот. Она постоянно участвует во всех процессах. Я подкаблучник. А, она запретила. Она меня запретила. Хорошо, это было. Я уже проговорился. Вот. Она редактор мой, мы с ней находимся в постоянном общении. Вы понимаете, я за время, сколько мы живем, мы ни разу по раздельности никуда не ездили, не летали. Мы так... Вот вся вот эта семья. Ну, иногда с сестрой что-то обсужу. Но, тем не менее, это ваш четвертый брак. Да. И венчались вы только с Татьяной? Да, 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 да. И венчались мы с Татьяной. Причем она даже не крещенная была. Она крестилась и... А изменилась как-то жизнь после венчания? Знаете, с императрицами часто было, с русскими, да. Они же были другой верой. Они принимали православие только потом. У меня знакомые были из эмигрантов во Франции, где англичанин. Он изучил православие. Потом... Ну, как-то жизнь изменилась после венчания? Ну, понимаете, это же вопрос такой. Я могу сейчас сказать все, что угодно. Это одинаково будет безответственно. Но это важно. Безусловно. Для меня это важно. И для нее это было важно. Потому что это была самая замечательная ее инициатива. Вот. И я не могу спеть. Нас венчали не в церкви. Мы венчались по православному обряду. И для меня это важно. Потому что это есть еще какая-то вот... Какая-то аура над нами, которая имеет значение. Да. Это не означает, что мы каждый день так по этой думаем. Но в любом случае это имеет значение. А как же? Ну, вы столько лет в браке. Вот в чем секрет? Какое слово брак? Это гениально. Великий, могучий... Хорошее дело брака. Это вот великий, могучий русский язык. Да, гениально. 22 года, тем не менее. Ну, да. Хатиненко ушел от вопроса. Вы знаете... Нет, 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 не ушел. Почему? Почему? Я готов ответить. Просто не сказал, в чем секрет. Нет, я с удовольствием отвечу. Вы знаете, секрет в том, что мы как-то живем как одно целое. Мы достаточно часто встречаем даже Новый год вдвоем. Нам не нужно веселиться, там, компания. Мы просто вдвоем. Обязательно у нас есть ритуальные вещи. Мы обязательно по Делу и Сапрессе Love Me Tender, Love Me True. Мы танцуем танко с ней. Мы вдвоем проведем. Нам никогда не будет скучно на Новый год, например. Ставим елочку. И с удовольствием проведение. Поэтому, наверное, в этом все... Понимаете, вот я даже... Ну, для меня, во всяком случае, это абсолютно абстрактный вопрос. И как вам, не надо... Каждый день, вот как у Мягков, там, вот в этой... Да-да-да. С легким паром. Каждый день туда-сюда. Это для меня абсолютно смешной даже вопрос. Потому что мы, во-первых, она меня прессует иногда. Мы по творческим вопросам, там, она по пеменям Аковецкого заставила с ним. Но у нас страсти кипят порой. Ого-го! Ну, как раз это высвежает. Поэтому, не знаю. В общем, надо прессовать. Я так и знала. А идеологически вы совпадаете, вот в оценках, допустим, ну, того, что... Не всегда. Нет, нет, нет. У нас немножко... То есть у вас полемика возможна? Возможно, возможно. Вот единственный человек, с кем у меня возможна полемика, это моя жена. Но она у вас главный критик или нет? Главный. Безусловно. Вот ее мнение мне важно. Вот ее мнение мне важно. Это не всякого сомнения. Потому что она, во-первых, очень хорошо разбирается в кино. Она киновед. У нее очень хороший точный вкус, чувство стиля. И поэтому у меня... Вот ее точка зрения мне безусловно. Да нет, есть еще люди, чья точка зрения мне важна. Но ее главное. Ну вот если она вам скажет, мне не нравится вот твоя крупская, будете менять образ? Такой сложный вопрос. Вот я упомянул уже. Я вот не видел Сережи Маковецкого в роли батюшки. Не опробовались люди. Ну не видел, не мог представить. Она меня давила, давила, давила. Попробуй, попробуй, попробуй. Я попробовал, и Сережа Маковецкий снимался. Но не от того, что она меня придушила, и я вопреки своим убеждениям. Нет, у нас такого вообще не было никогда. Я свою точку зрения умею отстаивать, но я очень прислушаюсь к ее точке зрения. И всем советую. Женщины... Всем советую прислушаться к Датьяне. А потом, моя диалогема, знаете какая? Вам приятно было? Моя диалогема, что женщины лучше мужчин. Женщины тоньше, сложнее. И как организм, и как вот мистическое существо. Поэтому я в принципе к женщинам отношусь лучше. К интуиции. И плюс ко всему прочему. Так что тут все совпадает. А кстати, вот про отношения к женщинам. Как вы оцениваете вот эти голливудские все скандалы, связанные с так называемым харассмантом? Сейчас же очень много карьер рухнуло, потому что выясняется, что там 28 лет назад кто-то кого-то вот так вот прихватил за коленку. Ну самое чудовищное из последних это Спласси. Вы знаете, это дичь. Так мы скоро и до мышей, как знаете, никто был такой. Потому что это дичь полная. У нас это возможно? Мы встроимся в этот тренд? Нет. Слава Богу, у нас это невозможно. То есть мы настолько осталось, что... Пусть они считают, а с кем угодно, у нас это невозможно. Слава Богу, у нас это категорически не приживется никогда. Ведь понимаете, во Франции же это не очень прижилось, да? Написали 100 женщин, что вы занимаетесь какой-то ерундой. Но, к сожалению... Можно о высоком 30 секунд? К сожалению, в современном мире исчезли идеи. Мир идей пропал. Ну, который был во времена того же Владимира Ильича, Ленина. То есть мир, ну что тут людям принести там свет. Нет, красный проект, да, это был. Мир идей исчез. Кроме денег практически ничего не существует. А все остальное возня такая. Ну, надо же чем-то заняться. Вот надо же. Все равно смысл же какой-то должен быть в жизни. И вот находятся вот такие вот всякие вот вещи несусветные совершенно. Но это как раз от бессмысленности. Когда коту делать нечего. А вообще, в принципе, Россия должна встраиваться во все какие-то глобальные тренды. Вот мы должны... Так же, в кино же мы же ориентируемся на стандарты Голливуда, правильно? Ну да, потому что хочется денег побольше заработать. А то, что... Тут как раз то, о чем я только что сказал. Потому что это не на художественные там какие-то достоинства. А как раз потому что они же умеют бабки делать. Чего ж мы-то, хуже что ли? Вот. Но это как раз не тот ориентир, с моей точки зрения. Мы, к сожалению, свои традиции подрастеряли. И так между двух стульев, на самом деле, сейчас находимся. Киношные традиции? Киношные, традиции культуры и так далее и тому подобное. И образование, что самое печальное. Самое печальное образование. Вот. Отсюда уже все потом растает. После этого уже все растет. Мы вот набираем студентов. Первый год мы их просто занимаемся образованием. Ну да, делаем там ображнения. Но на самом деле просто занимаемся образованием. Вот мы им рассказываем, что там с литературой большой. Даже русской они никакую не знают. Ну и так далее и тому подобное. Ну, кстати, вот к семье я опять хочу вернуться. Ваши дети пошли по вашим стопам. Ну да. А внуки ваши? Ну они еще, хотя они тоже уже взрослые. Кошмар. Вот. Нет, у меня вот старший Серафим, он сейчас в МГУ. А сколько лет? Он математик такой, ему 19. Но они там дальше по годке. Ваня вроде как хочет продюсером там быть. Кинопродюсером. Да. Вроде бы. Ну ему еще год учиться. Вот. А Фекла еще не определилась. Гонщица им быть автогонщицей или еще кем-то. Нет. Так, чтобы вот буквально они, слава богу, не повторяют. Вот они такие немножко да другие. Ну ничего, такие интересные очень. Чему, слава богу. Ну я, честно говоря, не очень хотел, чтобы Илья, даже сын мой. Не хотели, чтобы по вашим стопам. Там в режиме онлайн, где, ну вообще совершенно другая картинка и другое восприятие. Я отношусь к этому спокойно. У меня даже вот есть сейчас, я вот тут был такой международный симпозиум киношкола, Селект. Я даже доклад делал, как влияют современные технологии на кинопроцесс, на киновосприятие и так далее. У нас с женой даже есть такой мастер-класс совместный по этому вопросу. Я спокойно к этому отношусь, потому что это неизбежность. И более того, сам грешу, сам время от времени тоже смотрю. Вопрос другой. Вот что смотрели по... Много ли людей отличат вот иллюстрацию, вот, например, повесят, от Мон и Лиза? Особенно, когда, я помню, привозили ее, да, там же не задерживались. Люди просто вот так вот проходили, просто как вот мимо... А что вы сейчас смотрите? Вот вы сказали, да, что вы смотрите. Кино? Да, кино. Да, вот на гаджетах что вы смотрите? Нет, ну не на гаджетах. Я предпочитаю все-таки ходить в кинотеатр. Вот, мы как-то в Италии сразу, Каннский фестиваль только закончился, и мы пошли на призеров Каннского фестиваля смотреть кинотеатр, итальянский, все. Пошли на один, не буду называть специальное название фильмов, но это все фильмы нашумевшие в Каннах. В одном мы сидели, там еще было человек пять, потом на другой фильм пошли, в другой кинотеатр, в городе Риме все дело происходит, там человек десять было интеллигентных итальянских людей, которые вышли и обсуждали фильм. Вот, я стараюсь смотреть все. Я пропускаю, но в общем стараюсь, вот какие-то все вот эти явления, и мирового кино, и нашего. Меня приглашают славу часто, я поэтому, я смотря. А сериалы смотрите? В общем смотрю. Чернобыль. В общем смотрю, Чернобыль, конечно же. Что скажешь? Но это мощно очень сделано. Очень точно какой-то ход найден, замечательный. С одной стороны, казалось бы, какое им дело до нас, до всех, а нам до них, но я имею в виду, почему-то они это сделали, к сожалению. Но там какой-то очень точный человеческий ход найден. Хотя многие считают, что это клеветапа, ну и так далее. Ну, знаете, у меня фильмы эпиграфы, никто не знает настоящей правды, Антон Павлович Чехов. Поэтому это на все распространяется совершенно. Ну и «Игру престолов», потому что я смотрю на то, что может быть явлением. Потому что сейчас уже, конечно, картина мира поменялась. Сейчас вот все в кинотеатрах так не получается, кино уже везде. А, к сожалению, на экраны в кинотеатре попадают только то, что мы называем блокбастеры. И очень за редким исключением что-то такое, что когда-то мы считали искусством кино. Но это реальности. И я не посыпаю голову пеплом. Делай, что должно и будь, что будет, что называется. И студентов я учу. Влезает пусть первые работы, лезьте туда в интернет, показывайте, прозвучите, чтобы на вас обратили внимание, а потом уже делайте высокое-великое. Ну и начинайте с высокого, потому что если вас заметили, значит, уже у вас что-то получилось. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому я спокойно отношусь к этому. Это современное устройство мира. Вообще вот этот гаджет, он так поменял, мы даже не до конца понимаем, до какой степени наша жизнь изменилась. В худшую сторону. Не знаю. Ну, мы не будем вашей передаче сейчас предаваться апокалиптическим настроениям. Ну, я думаю, миру этому вообще приходит кирдык. Неизбежность. На это вырежете. Да вырежете спокойно. Ну что вы, да посмотрите. Ну куда, где, для чего главное. Это непонятно для чего. Но все равно должен быть какой-то смысл. У нас в разговоре несколько раз очень грамотно было произнесено слово «неизбежность». Это такое вот напоминание, что предмет разговора нашего названия кино «Ленин». Неизбежность. И надо пойти и смотреть. Неизбежность. Неизбежность. Все мы должны пойти и посмотреть. Нет, нет. Надо пойти и посмотреть обязательно. Потому что в любом случае это полезно. Как минимум. Ну, мы-то с Лейлой точно пойдем. Вы нас агитировали. Надеюсь, что зрители к нам присоединятся. Да, и потом я с удовольствием ваше мнение, я с удовольствием послушаю. Спасибо. Мы не скроем, мы скажем все по чесноку. А вам спасибо за то, что пришли и рассказали. Спасибо. Вам спасибо за живую беседу. Спасибо огромное.